С хлебом, солью и радушно. Всегда на День города в Брест к нам приезжают многочисленные гости. Так было и на этот раз. Встреча с представителями делегации прошла в областном театре «Кукол». О программе праздника рассказал заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко и пообещал, что будет очень интересно. Ведь город и его жители основательно готовились к празднику. С подробностями Роман Аншиц. Встреча с добрыми друзьями и надежными партнерами из городов-побратимов и представителями зарубежья на площадке Брестского театра «Кукол» началась с приветственных слов главы города. Я хочу сказать спасибо всем делегациям, которые отозвались на наше приглашение, потому что для нас День города – это традиционно, наверное, и память и уважение к тем дням и событиям, которые, наверное, исторически сложились к этому дню. Это 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков в первую очередь. Это тысяча пять лет нашему любимому городу Бресту. Заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко особо подчеркнул роль Бреста в развитии страны и первого региона, а также зачитал приветственный адрес от руководства области. Пусть каждый будущий год, вписанный в историю Бреста, будет ополнен новыми успехами и достижениями, дающими импульс для роста качества жизни, благополучия и достатка в домах и семье причин. Крико вам здоровья, удачи и много ярких, радостных дней под мирным небом нашей одной Беларуси. С праздником, город Брест! Будьте счастливы! Благодаря выстроенному сотрудничеству с зарубежными партнерами и побратимами, товарищами из городов нашей страны, Брест встречает свое тысячепятилетие в кругу друзей. Наши отношения сложились уже очень давно, мы очень часто ездим друг к другу в гости. Наши взаимоотношения дружеские и будем надеяться, что они будут в таком же русле развиваться. Мы разделяем радость всех наших друзей, наших брещан. Особенно важно, что в этом году мы отмечаем 80-летие освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Город Жабинка и город Бреста были освобождены практически одновременно, поэтому для нас это особенно ценно, это общая часть нашей истории. Среди гостей торжества представители посольств и консульств зарубежных стран, руководство аппарата союзного государства. Ведь Бресту досталась особая честь. На нашей земле работают дипломатические представительства ряда государств. Я приезжала часто в Бресте. У меня уже есть много друзей. И я всегда знаю, некоторые работы у меня есть в Бресте. У меня всегда есть дружба, у меня всегда есть поддержка и у меня есть помощь. Брест развивается, укрепляя трансграничные связи в экономике, культуре, туризме и бизнес-кооперации. И все благодаря дружбе и налаженным связям. Роман Аншиц, Тигрен Копян, телерадиокомпания Брест.